Hello, hello, приветствую, друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary, с вами Елена Вагнистая. Мы проходим полный курс английской грамматики для новичков. У меня весь канал полностью посвящен начинающим. Я создаю специальные обучающие уроки, так чтобы вам можно было, дорогие друзья, хоть как-то стартануть. Я понимаю, как сложно учить английский язык, когда ты в это всё погружаешься, особенно самостоятельно. Непонятно, за что хвататься, смотришь одно, другое, третье, и в итоге тратишь кучу времени, а результат практически равен нулю. Вот чтобы всё, что вы учите, имело систему, чтобы это действительно стало вашей основой для дальнейшего изучения английского языка, я пишу свои уроки в системе по порядку, пишу подробнейшие уроки, чтобы у вас были ответы на все основные вопросы, и чтобы любая проблема на уровне elementary перестала быть для вас проблемой, друзья мои. Надеюсь, вы это цените. Если это так, не забудьте давать мне обратную связь, жать лайк и оставлять свои комментарии. Сегодня у нас 93-й урок, уже 93-й, друзья, мы уже к сотне двигаемся, и мы с вами поговорим о порядке слов в английском предложении. Честно говоря, этот урок стоило бы дать самым первым. Я вот считаю, что всё-таки Мёрфи, я, конечно, не имею права его судить, его учебное пособие великолепное, ничего лучше я не встречала. Но, с моей точки зрения, конечно, стоило дать первым юнитам общее понятие о порядке слов в английском предложении. Ну, так получилось, что мы аж в 93-м юнити к этому подходим. Вы уже, думаю, интуитивно догадались, что у нас всегда идёт кто-то, потом идёт действие. Но не совсем понятно, в каком порядке мы располагаем, скажем так, некоторые дополнительные элементы в английском предложении. Как раз сегодня мы с вами исправим этот пробел и разберём этот материал более детально. Итак, друзья мои, давайте начнём с самого-самого-самого важного. В английском языке действует строгий, жёсткий порядок слов, и мы не можем вот так вот просто брать и расставлять слова по своему усмотрению, как делаем мы это в русском языке. Поэтому давайте запомним схему типичного английского предложения. Первое – это автор действия, то есть тот, кто совершает какое-то действие. Вторым элементом у нас обязательно в английском предложении идёт действие. Действие может быть выражено помощью глагола action verb, то есть который непосредственно показывает какую-то активность, либо может быть выражено через глагол состояние. Например, be – быть, become – становиться, или get – тоже становиться, look – выглядеть, feel – чувствовать. Это тоже глаголы состояния. Но самый, конечно, популярный и самый непонятный для нас – это глагол be, потому что он выпадает при переводе нередко. Но в любом случае у нас есть автор, действие и действие. Мы от этой схемы вообще никуда в английском языке не уходим, как бы нам этого не хотелось. Дальше у нас после действия идёт дополнение. Дополнение – это то, на что направлено действие. Например, я смотрю на тебя. I look at you. At you – это дополнение. Действие направлено на него. Или come to me. Здесь я использовала укороченный вариант схемы. Единственный случай, когда у нас автор действия не указан, это повелительное наклонение. Иди за мной. То есть мы начинаем сразу с действия. Come to me. Или follow me. Или I follow you. Тут будет полная схема I follow you. В любом случае, когда у нас после действия указано существительное, то действие на него направлено, и это дополнение. Может стоять с предлогом, может стоять без предлога. И дальше. Последним элементом у нас, как правило, идут дополнительные характеристики, которые указывают качество действия, указывают место, либо указывают время. Это так называемое обстоятельство. Обстоятельства в английском и в русском языке. Их там целая куча. Там что-то штук 15-20. Мы не будем заниматься этими классификациями, оставим это всё профессиональным лингвистам. И давайте с вами сфокусируемся на самом важном. В качестве обстоятельства у нас представлены наречия. Наречия характеризует глагол, друзья мои. Например, Ты бегаешь быстро. You run fast. You run fast. Fast – это обстоятельства, это наречия, которых является характеристикой действия. Run. You run fast. Или Ты помогаешь мне хорошо. You help me well. You help me well. То есть, мы должны запомнить, что наречия в английском языке всегда стоят после глаголов. Но также наречия занимают ячейку обстоятельства, которая всегда отодвигается, как бы вытесняется дополнением чуть-чуть подальше. Эти моменты, почему я так фокусируюсь на них, потому что в русском языке наречия всё-таки стоит перед глаголом. Ты быстро бегаешь, да? Ты хорошо учишься. Я говорю сначала как, а потом что делаю. В английском, наоборот, сначала что делаю, потом как. Далее, то, что я вам сказала, дополнение важнее обстоятельства. Поэтому сначала всегда идёт дополнение, а потом идёт обстоятельство. Примеры я не буду сейчас на ходу придумывать, потому что их у нас будет полный урок. Давайте запомним основной порядок слов. Помимо ядра автор действия действия, у нас может стоять дополнение, например, существительное с предлогом, бывает без предлога. Потом после него следует обстоятельство. Отвечает на вопросы. Это может быть одно слово или группа слов, которые отвечают на вопросы как, когда, каким образом, где. Сюда же относятся. Порядок обстоятельств у нас следующий. Обстоятельств может быть несколько, да, такое бывает нередко. Сначала мы указываем обстоятельство места, где, а потом указываем обстоятельство времени, когда. Да, обстоятельство времени у нас нередко состоит из двух слов. И если так получается, то оно стоит либо в самом конце, либо, единственное исключение, обстоятельство времени может перемещаться вот сюда, в самое начало, перед автором действия. Это всё у нас была теория. Не пытайтесь её прям сразу запомнить. Для этого у нас есть практика, к которой мы прямо сейчас и переходим. Пианист очень хорошо играл в ресторане прошлой ночью. По-русски я могу всё переставить и сказать. Прошлой ночью в ресторане пианист играл очень хорошо. По-английски я не могу себе позволить такую вольность, поэтому я выставляю элементы в предложении в соответствии с иерархией. Сначала автор действия. Потом его действия. Потом у нас объект выпадает. Нет никакого объекта. Я сразу даю характеристику. Very well. Очень хорошо. Потом я говорю где? At the restaurant. Потом я говорю когда? Last night. Когда представлено двумя словами, поэтому если сильно хочется, я могу last night переставить начало и сказать. Last night the pianist played very well at the restaurant. Но всё-таки лучше оставить здесь в конце. Двигаемся дальше. The children go to visit their grandma every summer. Дети ездят, чтобы навестить бабушку каждое лето. The children go to visit. Первое. The children – автор действия. Их действия go. Дальше. To visit – это обстоятельства. To visit. То есть они ездят для какой цели? Чтобы посетить. Теперь visit имеет относящиеся к нему дополнения. Their grandma. Поэтому связку visit their grandma мы не можем разрывать. Она как бы логически объединена. Мы не можем ничего вставлять посерединке. И только потом мы в самом конце указываем обстоятельства времени. Every summer. The children go to visit their grandma every summer. Первое – автор действия the children. Второе – действия go. Третье у нас обстоятельства с объектом. To visit their grandma. И в конце обстоятельства времени. Когда every summer. There was a fire in his house, but fortunately he wasn't injured. В его доме был пожар, но, к счастью, он не пострадал. Здесь у нас сложное предложение, представленное двумя блоками простых предложений. Поэтому каждый блок – это, по сути, полноценное предложение. И мы должны выстраивать элементы в соответствии с нашей схемой. Первое. Their – это формальное подлежащее. Это нельзя сказать, что это автор действия, что это кто-то или что-то. Это формальное подлежащее. Оно просто занимает ячейку, которая не может пустовать в английском языке. К нему же относятся действия в виде состояния was, которое мы переводим. Был. Был пожар. There was. Теперь, что было, сразу указываем объект. A fire. Объект. Объект у нас как бы как дополнение, да, не содержит предлога. There was a fire. Теперь мы говорим, где это все произошло. Обстоятельство, место. In his house. Есть. Первый блок разобрали. Теперь второй блок. But fortunately, he wasn't injured. But fortunately – это как бы соединительные слова. Первое. But – это соединительное слово. Fortunately – это выразитель нашего мнения. К счастью. Это вставное слово, которое обычно стоит на стыке двух предложений. Поэтому на вставные вот эти объединяющие слова мы не смотрим. Они как бы вне общей схемы. Поэтому мы начинаем смотреть дальше. He wasn't injured. He – автор действия. Wasn't действия. Да. И к нему же примыкает непосредственно вторая часть. Injured. И was injured – это пассивный залог. Да. Особая глагольная форма. There was a fire in his house, but fortunately he wasn't injured. He was busy at work yesterday night. Он был занят на работе вчера вечером. Есть у нас кто? He. Есть его действия. К действию непосредственно примыкает состояние. Was busy. Там мы не можем разрывать их. Это смысловая связка, которая у нас неделима. He was busy. Дальше мы говорим где. Указываем обстоятельства места. At work. Дальше мы говорим когда. Указываем обстоятельства времени из двух слов. Yesterday night. Обратите внимание, что если обстоятельство времени представлено одним словом, как правило, это наречие частотности always, never, sometimes, то там особое место в предложении. Об этом мы уже с вами говорили в соответствующих грамматических темах. Пример пять. Едва ли было много людей сегодня на встрече. Итак, формальное подлежащее there – автор действия. Его действия were – были. Теперь мы говорим после where, сразу указываем дополнение в виде объекта. Barely many people. Объект вообще-то это many people. Слово barely – лишь характеристика, наречие, да? Наречие характеристики перед словом many. Можем, кстати, заменить на to, почему бы нет? Ну, смысл, правда, при этом поменяется, да? Но как бы barely работает точно так же, как to. Или там some, например, да? There were barely many people. Было едва ли много людей. People – дополнение, да? Видим, что слова, которые его характеризуют barely и many, мы как бы оставляем в одной связке, мы их не растаскиваем по разным частям предложения. Дальше мы говорим где? At the meeting. И дальше говорим когда? Today. Слово today не любит стоять в середине слова, оно любит стоять либо в самом конце, либо можем переставить в начале. Например, это будет звучать так. Today there were barely many people at the meeting. Давайте еще раз прочитаем наши примеры. Думайте о порядке слов в предложении. The pianist played very well at the restaurant last night. The children go to visit their grandma every summer. There was a fire in his house, but fortunately he wasn't injured. He was busy at work yesterday night. There were barely many people at the meeting today. Двигаемся дальше. Ну, почему-то у меня здесь не пронумерованы примеры. Почему так? Ну, ладно. Запомните как-нибудь, что это шестой, седьмой, девятый и десятый. I waited for their invitation impatiently. Я ждала их приглашения с нетерпением. Итак, здесь у нас, мне кажется, чуть попроще структура, но все же. Есть автор действия. I. Мое действие. Waited. I waited. Я ждала. Дальше. Действие ждать непосредственно направлено на что? На приглашение. Я ждала приглашение. I waited for their invitation. Обратите внимание, в английском языке у нас здесь будет использован еще и предлог for. I waited for their invitation. И дальше есть у нас характеристика, как я ждала. Impatiently. Нетерпеливо. С нетерпением. По-русски можем сказать я с нетерпением ждала их приглашения. По-английски мы не можем говорить I impatiently waited. Это будет вообще не пойми что. Поэтому мы не переставляем слова. Строгая иерархия. Автор действия, действия, дополнения в виде объекта и потом характеристики. Как, когда, где. Сначала, вернее, где, а потом когда. Мы от этого шаблона не отходим. Я была единственная в нашем классе, кто получил отлично. Отлично. По-английски это это как бы не по-английски, это американская система, да? Причем, так как это как оценка, мы еще используем артикль N-A. Итак, автор действия I. Мое действие was, была. Теперь я сообщаю характеристику, кем я была. То есть, мы после B всегда сообщаем какую-то характеристику. The only one. Единственный. Где я была единственной? In our class. Теперь у нас идет после who следующее предложение. who, got, N-A. Так как это отдельное предложение, в английском языке запятая здесь не нужна, обратите внимание, то мы снова выстраиваем заново порядок слов. Кто, who, действие, got. На что действие направлено? Объект, N-A, объект дополнения. То есть, здесь у нас два предложения и два раза дублируется, повторяется наша структура. Автор действия. Действие плюс обстоятельства места. И второй раз. Автор действия. Действие и объект. I was the only one in our class who got an A. Обратите внимание, как только вы поймете эту структуру, вам будет намного проще анализировать сложные предложения английского языка, потому что вы начнете их разделять на блоки, видя используемый порядок слов. Очень вам это пригодится. Чуть дальше у нас в сотом, или не помню, в 101-м юнити будет тема relative clause. Вот как раз в этой теме очень важно разбираться в порядке слов, потому что иначе будет трудно переводить такие предложения. Двигаемся дальше. Smoking is strictly forbidden in the public areas. Курение строго запрещено в общественных местах. Я думаю, что вы уже догадались, что речь в этом предложении идет о курении. Smoking. Это автор действия. У нас есть характеристика. Is. Характеристика связана с чем? Со словом forbidden. Запрещено. Так как у нас есть усиление строго запрещено, то такое наречие, которое относится к прилагательному, мы ставим перед ним, мы никуда его не оттаскиваем. Smoking is strictly forbidden. И только потом, после forbidden, после характеристики, то есть у нас здесь блок is forbidden, только потом мы указываем характеристику места in the public areas, в общественных местах. Smoking is strictly forbidden in the public areas. Что мы видим уже на примере того, что разобрали, что не всегда все ячейки будут соблюдаться. Также у нас есть модификации внутри ячеек, но как бы общая канва у нас остается неизменной. My parents moved to Kansas in 1996. Мои родители переехали в Канзас в 1996 году. Автор действия my parents. Какое действие они совершили? Moved. Куда они переехали? To Kansas. То есть это у нас обстоятельство места. To Kansas. И только потом обстоятельство времени. Когда? In 1996. Не надо переставлять их местами. Если вы скажете my parents moved in 1996, то все, приложение нужно заканчивать. Дальше мы уже не вспоминаем вдруг, что мы еще хотели сказать когда. Если вы вдруг вспомнили, ой, я же хотела еще сказать, что они едут в Канзас, ехали в Канзас, дайте это отдельным предложением. My parents moved in 1996. They moved to Kansas. Вот так это будет звучать хорошо. Это если вы уже ошиблись в порядке слов. А менять местами элементы, это очень плохо, это не звучит в английском языке. He was abroad when it happened. Он был за границей, когда это случилось. Мы видим, что здесь у нас снова сложное предложение. И я это вижу ясно по структуре. Первая часть. Автор действия he. Действие was. Где? Обстоятельство места. Abroad. Даже это, наверное... Да, это обстоятельство места. Теперь начинается второе предложение. Соединительное слово when. Автор действия it. Действия happened. Снова видим, что запятая перед when в английском языке не ставится. Такова английская орфография. И поэтому нужно это просто запомнить. Видим, что у нас нередко используется сложное предложение. И надо этого не бояться. Надо просто четко знать структуру. И когда вы ее знаете, когда вы ее пользуетесь, то все становится легко и понятно. Еще раз читаем наши примеры. I waited for their invitation impatiently. I was the only one in our class who got an A. Smoking is strictly forbidden in the public areas. My parents moved to Cantos in 1996. He was abroad when it happened. Двигаемся дальше. Примеры 10-15. She was the cutest baby ever. Она была самой милой малышкой из всех. То есть, которую я когда-либо видела. Ever. Итак, автор действия she. Теперь ее действия was. Она была. Дальше после was, соответственно, мы начинаем присваивать какую-то характеристику. The cutest baby. She was the cutest baby. И дальше мы усиливаем эту характеристику и говорим как. Ever. И когда-либо. Из когда-либо увиденных. Или как бы еще лучше перевести. She was the cutest baby ever. Она была самой милой малышкой из всех. Вот в русском языке хорошо сказать из всех. Но в английском ever – это усилительное наречие, которое усиливает качество was. She was the cutest baby ever. He is the hardest worker in our company. Он самый усердный работник в нашей компании. He – это исполнитель действия is. То есть, он является. В русском языке, видите, у нас is выпадает при переводе. Нас, русских, это не смущает. Русская структура позволяет нам такое делать, английская не позволяет. Если я скажу he is the hardest worker, то пропущен важный элемент и будет путаница с пониманием смысла. То есть, если вы дальше будете пытаться объяснять, вас, конечно, поймут, но как бы лучше не путать вашего собеседника. И эта структура, как бы она ясна любому англоговорящему человеку, он к ней привык с детства, поэтому мы не будем ее менять, мы будем ее использовать правильно. He – автор действия. Действие is. К is мы даем характеристику the hardest worker. Он самый усердный работник. И потом мы говорим обстоятельства, место, где, где это все происходит. In our company, в нашей компании. It was good to accompany you at the cinema. Было приятно сопровождать вас в кино. It – автор действия. Это формальное подлежащее, поэтому оно не будет переводиться на русский язык. was – это его действие. Будет переводиться. Было. После was у нас сразу указана характеристика в виде прилагательного good. It was good. Теперь, что именно было хорошо? Мы сообщаем дополнительное обстоятельство to accompany – сопровождать. Вот это to плюс инфинитив в английском языке, оно относится именно по членам предложения к обстоятельству. It was good to accompany you. Так как accompany – это глагол, то он на что-то у нас направлен. Сразу за ним стоит объект you. It was good to accompany you. Мы не разрываем эту связку, обратите внимание. И только потом мы указываем блок куда я вас сопровождал. It was good to accompany you at the cinema. Нельзя говорить, например, it was good to accompany you at the cinema you. Или it was good you to accompany… Если начнете переставлять слова, то серьезно поменяется смысл вплоть до совершенно непонятного. Поэтому слова не переставляем. Двигаемся дальше. It wasn't the best idea to reveal his feelings at the restroom. Это была не самая хорошая идея признаться в своих чувствах в общественном туалете. Однозначно. Окей, it – это формальное подлежащее. Следуем за ним идет действие. Was или wasn't в данном случае. С действием у нас связано слово idea. It wasn't – idea. Есть характеристика the best idea. Мы не разрываем группы слов, которые очень плотно связаны по смыслу. Это уже интуитивно ощущается. It wasn't the best idea. И теперь мы даем обстоятельство. Один – to reveal. Показать. Так как reveal – это глагол, за ним идет объект, на который глагол направлен. His feelings. To reveal his feelings. Открывать свои чувства. Признаваться в своих чувствах. И только потом мы указываем где. At the restroom. Видим, что это предложение предыдущее имеют абсолютно одинаковую структуру. He is better than all the singers who sang at the concert yesterday. Он лучше, чем все певцы, которые пели на концерте вчера. Итак, есть у нас he. Есть его действие. Is. Действие is связано с характеристикой better. He is better. Помним, что если мы сравниваем объекты, то после этого будет стоять then и что-то еще, что мы сравниваем. Then как бы начинает новое предложение. Поэтому я снова указываю автора действия. All the singers who. Здесь оно представлено большой группой слов. Все певцы, которые. Это все как автор действия. All the singers who. Их действия sang, пели. Теперь где? At the concert. И когда? Yesterday. Слово yesterday любит стоять в самом конце. He is better than all the singers who sang at the concert yesterday. Давайте еще раз прочитаем наши примеры. He is the hardest worker in our company. It was good to accompany you at the cinema. It wasn't the best idea to reveal his feelings in the restroom. He is better than all the singers who sang at the concert yesterday. И последний блок, последние пять предложений. Are you at the library now? Ты сейчас в библиотеке? Здесь у нас вопрос. Мы помним, что в вопросе у нас действует особая структура. И перед автором действия у нас может появиться два элемента. Первый элемент. Здесь он отсутствует. Это вопросительное слово. Второй элемент, который обязательно появится, это вспомогательный глагол. Ну, или модальный глагол, да, который помогает передать нам время. Поэтому здесь у нас идет вот этот вот технический элемент are. Давайте пусть он будет нулевым. А дальше у нас та же структура, которая нам уже знакома. Автор действия you. Так как are мы перенесли, то вот оно действие are. Оно стоит здесь. Дальше у нас идет место. At the library. И дальше идет время. Now. Are you at the library now? При этом мы видим, что в вопросе, конечно, мы никуда обстоятельства, времени не двигаем. Да, оно не может никуда передвинуться, оно будет стоять в самом конце. Это незаконно покупать наркотики во многих странах, но есть исключения. Итак, автор действия – это формальное слово it. Видим, что нередко в английском языке к нему прибегают. Почему так происходит, я думаю, вы уже понимаете, потому что ячейка автора действия не может пустовать. It. В принципе, it мы можем вообще не переводить. Незаконно покупать наркотики во многих странах. В русском языке, видите, мы перешли сразу к третьему элементу. В английском языке элемент 1 и 2. Автор действия – действия никуда не пропадают. Теперь. Из связано с характеристикой illegal. Это незаконно. Illegal – это прилагательное в английском. Дальше у нас идет обстоятельство как. То есть, незаконно, даже, наверное, обстоятельство что? Честно говоря, не знаю, как называется обстоятельство с ту инфинитивом. Давайте так и вы назовем. Обстоятельство с ту инфинитивом. Это незаконно. Потом обстоятельство с ту инфинитивом. To buy. Теперь глагол buy у нас связан с объектом drugs. To buy drugs. Мы эту связку не разрываем, она едина по смыслу. И только потом мы говорим где. Обстоятельство, место. In many countries. Though – соединительное слово, объединяя две части сложного предложения, мы на него не смотрим. Оно просто стоит здесь. Дальше снова структура повторяется. Автор действия. Формальное слово – their. Его действие – are. Оно на себе несет время. В любом случае, всегда действие, сказуемое в английском языке, несет время. Это как бы незыблемая истина. И дальше – are направлено на слово exceptions. Исключение. It's illegal to buy drugs in many countries, though there are exceptions. Самое сложное, друзья мои, будет, конечно, сделать перевод русских предложений на английский. Вам нужно будет очень много думать и правильно расставлять элементы в предложении. Но как только вы эту схему поймете, структуру эту поймете, вам станет вообще очень просто выражать свои мысли на английском языке. Просто запомните эти элементы, я очень подробно их комментирую именно для этой цели. He jogs at the park every evening. Он бегает в парке каждый вечер. Автор действия he – его действие jogs. Где он это действие совершает? At the park. Когда он его совершает? Every evening. He jogs at the park every evening. He stays at home on Sundays. Он остается дома по воскресеньям. Структура абсолютно идентичная. Первое – автор действия he. Второе действие stays. Где это действие происходит? Обстоятельство места. At home. И последнее – когда. Обстоятельство времени. On Sundays. He has worked in a bank all his life. Он работал в банке всю свою жизнь. Автор действия he. Его действие has worked. Здесь оно представлено в виде двух глаголов, но в любом случае это действие. Теперь где он работает? Обстоятельство места. In a bank. И как долго, да, то есть это время в любом случае, стоит в конце all his life. Ну, вот такие вот дела, друзья. Мы еще раз повторяем эти примеры. Уже с пониманием дела. Надеюсь, что порядок слов стал для вас более ясен благодаря этому уроку. По крайней мере, я так вроде подробненько все разжевала. Are you at the library now? It's illegal to buy drugs in many countries, though there are exceptions. He jogs at the park every evening. He stays at home on Sundays. He has worked in a bank all his life. И последнее, друзья мои, я еще раз повторяю все предложения. Вы просто пытайтесь сразу проводить анализ и вспоминать порядок следования элементов. Кстати, я вам рекомендую вот этот вот слайд взять и просто разбить его, подписать. Единичка автор действия, двоечка действия, дальше тройка объект дополнения, четверка обстоятельства места, пятерка обстоятельства времени. Вот как бы просто проанализировать все. Помните, как в школе мы делали? Брали линейку и подчеркивали элементы предложения. Так и изучали структуру. То же самое можете сделать здесь. Окей, читаю примеры. The pianist played very well at the restaurant last night. The children go to visit their grandma every summer. There was a fire in his house, but fortunately he wasn't injured. He was busy at work yesterday night. There were barely many people at the meeting today. I waited for their invitation impatiently. I was the only one in our class who got an A. Smoking is strictly forbidden in the public areas. My parents moved to Kansas in 1996. He was abroad when it happened. She was the cutest baby ever. He is the hardest worker in our company. It was good to accompany you at the cinema. It wasn't the best idea to reveal his feelings at the restroom. He is better than all the singers who sang at the concert yesterday. Are you at the library now? It's illegal to buy drugs in many countries, though there are exceptions. He jogs at the park every evening. He stays at home on Sundays. He has worked in a bank all his life. Ну и примеры, с которыми вам нужно поработать. Думаю, вы знаете, что здесь делать. Я вам уже 300 раз это повторила. Ну что ж, урок немножечко затянулся, но тем не менее он крайне полезен. По крайней мере, я на это, надеюсь, друзья мои занятия для вас провела Елена Вагнистая, канал OK English Elementary. Если вы до сих пор по какой-то причине не подписались на этот канал, подписывайтесь. Жмите значок колокольчика возле кнопки подписаться, чтобы вам на почту приходили уведомления о новых уроках. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья мои. Тренируйтесь, и все у вас получится. Bye-bye.